Чествование ветеранов, возложение цветов, выставка оружия, концерт, солдатская каша из полевой кухни. В День Победы все это ожидает горожан не только на центральной площади, но и по традиции тематическую площадку организовывают у здания администрации Первореченского района, неподалеку от стадиона «Строитель». Памятное мероприятие минувших дней «Святая память», посвященное 72-й годовщине Победы, для горожан проводят пятый год подряд. Всегда царит душевная атмосфера на этом празднике, всегда мы чествуем ветеранов, поэтому мероприятие мы всегда начинаем в 14 часов после того, как в центре закончатся основные торжества, парад и бессмертный полк, автобус специально заказанный, привозят ветеранов, они у нас почетные гости, всегда сидят в первом ряду и после этого только начинаются торжества. Настоящим событием станет демонстрация легендарного танка Т-34, который специально своим ходом прибудет на площадку. У боевой машины богатая история. Она участвовала в Сталинградской битве, а в мирное время работала на Уссурийской железной дороге. Танк уже было хотели переплавить, но в музее техника 20 века в Приморском крае машина получила вторую жизнь и до сих пор находится на ходу. Гости праздника получат возможность лично увидеть, как Т-34 самостоятельно заезжает на трал. Доброй традицией стало появление там танка Т-34, чтобы у горожан была возможность увидеть его не за ограждениями, а подойти вплотную. Дети охотно залазят даже на броню. В этом году легендарный Т-34 не единственный музейный экспонат, который горожане увидят на Ильичева. Вместе с ним в путь отправится боевая машина Б-2. Рассмотреть подробнее технику можно будет под музыку Духового оркестра. В программе также танцы 40-х годов, конкурс детских рисунков и выставка плакатов военных лет. Мероприятие, организованное при поддержке депутата Законодательного собрания Приморского края Алексея Козицкого, начнется в 14.00 и продлится до вечера. Подобный праздник для горожан организовывают и в самом музее техники 20 века на Садгороде. К памятному дню здесь подготовили даже фронтовые укрепления. А начиная с нынешней годовщины Победы, посетителям музея предлагают на себе прочувствовать, что значит окопная жизнь и даже посетить настоящий военный блиндаж. Посетить музей и праздничную площадку 9 мая каждый желающий сможет совершенно бесплатно. Инна Щедрова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.